К нашему эфиру сейчас присоединяется Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии США. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Добрый день, рад быть на вашем канале и слава Украине. Героям слава. Давайте начнем с многострадальной помощи Украине. На следующей неделе заканчиваются пасхальные каникулы у Конгресса. И там обещали взяться, вот, наконец, за вопрос Украины. Ну вот Блумберг накануне написал, что голосование вряд ли состоится до середины апреля, а то, может быть, и позже. Пресс-секретарь спикера Джонсона заявила, что его обещание о быстрых действиях не имело цели установить конкретный срок. И что Джонсон сейчас выслушивает мнение членов партии. Так когда же ждать голосование? Вы верите, что оно будет сразу после выхода с каникул? Я верю в то, что соглашение будет принято, я в этом не сомневаюсь, в апреле. В апреле. Почему? Во-первых, нет более важного вопроса сегодня, чем вопрос оказания помощи Украине и Израилю. Абсолютно нет. До сих пор был вопрос о продлении финансирования федеральных департментов. Слава богу, это уже проскочило. Все, на повестке дня один вопрос. Украина. Точка. Поэтому Джонсон, признаться, он большой друг Украины. Просто сегодня перед ним дилемма. Или он сегодня примет такое решение Соломонова, которое может удовлетворить и тех, кто за неукоснительную быструю помощь Украине, и тех, кто, например, говорит, что вот может быть есть смысл лучше оказывать помощь Украине в кредит. Так вот, он пытается сегодня объединить вот эти вот два предложения. Ну, одно, несомненно, то предложение, которое было уже согласовано в Сенате, навряд ли будет согласовано в Нижней Палате. Я вам напомню, в Сенате 70 из 100 сенаторов, куда входили 20 республиканцев, я вам подчеркиваю специально, поддержали оказание помощи Украине, независимо от финансирования, укрепления границ с Мексикой. Вот это было потрясающе. Но вот тут вот, видите ли, неожиданно голос поднял Трамп и подхватили там некоторые идиоты. У нас они есть, к сожалению, они никуда не исчезли. Вот в связи с существующим положением. Они вот говорят, да нет, вот вы знаете, все-таки мы хотим, чтобы Украина и Израиль были не на первом месте. Давайте решать сначала вопрос с укреплением границ с Украиной, с Мексикой. Но беда в другом. Беда в том, что я тоже за то, чтобы укрепили границы с Мексикой. Я тоже являюсь рядовым гражданином Америки, являюсь жертвой вот этой нелегальной эмиграции. Но беда вся в том, что, во-первых, этот вопрос невозможно решить за один, два, три дня и месяцы, потому что это запущенный вопрос. Настолько, что демократы его так приспособили, это положение, что вот эта многотысячная эмиграция волной продолжает валить в Америку. Я это вижу, что происходит у нас на улицах Нью-Йорка. Слышу, что происходит в Чикаго, Лос-Андересе и других городах. Уже есть преступление выросло, катастрофические эпидемии туберкулеза, венерических заболеваний, которых не слышно было в Америке давно. Это все имеет место. И тем не менее, я за то, чтобы никаких увязок с помощью Украины не было. Это две разные проблемы, которые одинаково важны для нашей страны. И мы обязаны решать вопрос о оказании помощи Украине, независимо от оказания помощи, укрепления границ с Мексикой. Вот так стоит разговор. Поэтому я возвращаюсь к вопросу о вынесении вопроса о оказании помощи Украине. Так вот, смотрите. Видите, Джонсон уже заявил, что у него уже черновой вариант соглашения готов. Он включает в себя оказание помощи Украине, военной помощи безвозмездно, как это было всегда. И денежную помощь, там около 20% от оказанной помощи, чтобы она была в кредит. Вот так стоит разговор. Это была идея Трампа. Ее подхватили сейчас. И вот Джонсон пытается угодить и тем, и этим. Но вы посмотрите, что происходит. Даже несмотря на то, что он пытается вот таким образом как-то уже озвучить свое предполагаемое вынесение вот этого соглашения на голосование, уже появилась там есть такая больная на голову. Я не знаю вообще, что-то надо с ней делать. Просто сделать все, чтобы ее не было вообще избрана, чтобы она не была избрана в Нижнюю палату. Она вредит просто Америке, я не говорю нашей партии. Она вообще говорит, что она может вынести предложение о том, чтобы Джонсона выкинули из кресла спикера, так же, как они сделали это с Кеменом Маккарти. Но, слава богу, есть разумные голоса среди демократов. Вот один из них известный конгрессмен, он лидер Лижней палаты, Хаким Джеффрис, например, сказал, что если, например, Джонсон вытащит на голосование, то демократы поддержат его и не дадут выкинуть, значит, Джонсона с кресла спикера. Вот так стоит разговор. Таким образом, я имею очень много оптимистических таких поводов к тому, чтобы в середине апреля, ближе к 20-22 апреля, голосование будет проведено в пользу Украины. Я в этом не сомневаюсь. Вот по поводу предложения Джонсона еще хочу немного уточнить. Он говорил, что вот идет работа над новым законопроектом, где будут нововведения. И об этих нововведениях это конфискация российских активов, вспомнил опять о деньги в кредит. И третий пункт это увеличение экспорта американского газа. То есть опять помощь Украине. Джонсон хочет к чему-то привязать. Ранее, как вы уже говорили, была граница и как-то не договорились. Теперь газ. Вот что вообще происходит? Потому что такое впечатление, что Джонсон на словах поддерживает Украину, а на деле помогать не хочет, раз опять ставит какие-то привязки к внутренним проблемам США. Да. Но вы знаете, во-первых, скорее всего, вы знаете, его позиция его шаткая. Скорее, не исключено. Очень большая вероятность того, что он уйдет с должности спикера. И опять-таки, благодаря существующему такому бездарному положению, согласно которому любой республиканец может вынести предложение о голосовании и выкинуть спикера. Такое, к сожалению, пока существует. И спикер уже объявил, что как только утрясутся все эти проблемы, он обязательно пересмотрит это положение с тем, чтобы это положение не было решающим в вопросах назначения спикера эту должность. Теперь возвращаясь к вопросам вот тем, которые вновь всплыли, например, о поставках жиженого газа, он это, конечно, сбрасывает с тем, чтобы проверить мнение конгрессменов обеих партий. И вы знаете, насколько это проскочит, я сомневаюсь в этом, потому что это будет затягиваться, потому что найдутся те, кто будет против этого, и опять будет проволочка. Поэтому я верю трем большим друзьям Украины, вы их хорошо знаете, это три майка. Майк Тодднер, это председатель комитета по разведке, Майк Маккол, председатель комитета по нестранным делам, и Майк Роджерс, комитет по вооружениям. Вот эти три майка сегодня уже поставили перед Джонсоном вопрос, что или-или, прости, пожалуйста, ты наш друг, но истина дороже. Поэтому мы сегодня, именно в апреле, должны решить этот вопрос. Там вопросы о поставках жиженого газа, там, видите ли, или вопросы, например, конфискации активов российских, которых набегает более 300 миллиардов, и львиная доля которых, как они говорят, находится в Европе. Вот это все тянется, это неизвестно, сколько это будет, тем более надо на законодательном уровне это делать. Там еще голосование должно пройти в обеих партиях. Короче, вы знаете, к этому мы можем не дожить. Поэтому давай быстрее вот то, что есть, выставляй. Я думаю, он к этому придет. И я не исключаю, что он, демократы его поддержат, вот это очень важно. Львиная доля республиканцев его поддержит, и в апреле мы будем с вами аплодировать и открывать шампанское. Я так думаю. Ну, будем надеяться, что так случится. Ну, вот в то же время советник Белого дома Джон Кирби, он заявил, что администрация США уже сейчас ищет способы экстренной помощи для Украины. А что это может быть за механизм? Может там Пентагон со своего бюджета выделить помощь? Вот смотрите, мы недавно с вами говорили о том возмутительном положении, которое у нас возникло, вот у нас в администрации Байдена. Вдруг обнаружили 4 миллиарда долларов. Вы посмотрите, у Пентагона. И причем эти деньги уже согласованы, они узаконены, уже Конгресс выделил их для Украины. А они вдруг, видите ли, оказались где-то там спрятанными. Спрашивается, а почему? Почему Байден до сих пор держит эти деньги? И вот эти вот, знаете, вот пипеточным методом, я раньше применял слово чайная ложечка, а теперь еще меньше. 300 миллионов он дал. Вот недавно, вот вы слышали, пару недель назад. А что такое 300 миллионов? Это ничто, это дразнить гусей. Вы понимаете? В этом вся проблема. Поэтому вот сегодня у Байдена есть все основания применить эти 4 миллиарда. Это не маленькие деньги. Во всяком случае, те системы противоположной обороны Патриот, минимум 3-4 из них можно было бы выделить сегодня Украине. Она нуждается в не менее 50. Никаких там ни 10, ни 20. 50 должно быть. Я вам больше скажу, еще ни одна из систем Патриот из Америки в Украину не поступала. То, что Украина имеет, там меньше 10, по-моему, они поступлены из стран членов НАТО. Из Польши, там, по-моему, из Австрии, по-моему, нет, из Болгарии, по-моему, поступили. То есть из ближнележащих стран, бывших в употреблении. Последних моделей Патриот еще нет в Украине. В этом вся проблема. Поэтому я хочу вам откровенно сказать, друзья мои, вот многие эксперты, которые бывают на ваших каналах, не говорят правды. Они или не знают, или просто скрывают. А я вам скажу, что дело в том, что вот это вот сегодня республиканцы говорят так. Мы не подпишем помощь Украине, даже вот это вот, о которой, этой злополучно набившей оскомину 61 миллиарда, мы не подпишем до тех пор, пока не будем видеть, что входит в список поставляемого оборудования Украине. То есть республиканцы говорят, мы хотим видеть там самолеты F-16, мы хотим там видеть системы Патриот противоречной обороны и АТО-концы, разрушением 10-300-500 более километров. В противном случае, вы смотрите, давайте будем не забывать, Байден до сих пор не поменял свою риторику, которую он в последний раз выразил так. Мы будем помогать Украине ровно столько, насколько мы можем. Это было бездарное, тупое высказывание президента страны, которая не имеет до сих пор стратегии, для чего мы помогаем Украине. Первое и самое главное, для ее полной победы. А для этого нужно давать то, в чем нуждается Украина. Вот в этом весь вопрос. Поэтому, вы понимаете, я не могу, я не говорю это не потому, что республиканец, друзья мои. У нас, я говорил, у нас идиотов немало среди республиканцев тоже. Просто я хочу сказать, что сегодня на президента возложена ответственность огромная. Мир катится к третьей мировой войне. Почему? Потому что безволие, нерешительность и даже некомпетентность самого Байдена и его окружения. Вот это ведет к тому, что мы сегодня имеем ужаснейшую трагедию в Украине, которая усугубляется, и на Ближнем Востоке. В этом вся проблема. Поэтому я не могу не коснуться сегодняшних заседаний. Сегодня уже в Европе начинается отмечание 75-летия создания стран страны в НАТО. Вот в Брюсселе проходит сегодня. Но сегодня началось, а вот официальное торжественное заседание будет с 9 по 11 июля у нас в Вашингтоне. Честно говоря, я много раз в наших эфирах говорил из достаточно достоверных источников, что Украину уже намечали, уже вот где-то полгода назад, уже в списке тех стран, которые будет официально предложено, начало процесса вступления в НАТО, вот в июле намечалось. Вы понимаете, как? Сегодня уже эти голоса затихли. Почему? Потому что нарастают голоса о том, что, может быть, мы устали, может быть, не нужно, может быть, нужно уже договариваться с Путиным. То есть, та самая тупая бездарная риторика о том, что вот Украина не оправдала, вот контрнаступление мы так и не увидели, вот эта риторика, к сожалению, она не исчезла. Она все еще имеет место. Поэтому у нас война идет внутри. Внутри не только между партиями, но и внутри каждой из партий. Я вам напомню, что даже у тех же демократов леволиберальное крыло, вот оно сегодня давит на Байдена с тем, чтобы демократы закончили войну и в Украине, и в Израиле, с тем, чтобы к 5 ноября историческим выборам демократы пришли как партия мира. Вот так стоит разговор. Поэтому просто я коснулся сегодня внутренних проблем. К сожалению, они очень больно отражаются на положении в Украине, к стыду нашему. По поводу конфискации российских активов еще хочу спросить. Политика накануне написала, что Конгресс готовится передать на рассмотрение президенту Байдену законопроект об использовании этих активов для помощи Украине. И в документе предлагается изъять у РФ от 5 до 8 миллиардов долларов. Это то, что есть у штатов заморожено. Известны ли вам, может, нюансы этого предложения? Есть ли поддержка такой инициативы и Конгрессам, и Сенатам? И в итоге не получится ли так, что этой инициативой попробуют заменить тот пакет помощи Украине на 60 миллиардов, который мы так очень ждем? Во-первых, самое главное, подмены не будет. Это исключено. Потому что там процесс. Я вам больше скажу, почему тормозят экспроприацию российских активов и передачу ее Украине? По одной главной причине. Дело в том, что очень много активов в нашей стране китайских и толстосумов арабских стран. Поэтому тут возникает вопрос. А тут конгрессмены некоторые говорят, подождите, не торопитесь изъимать активы России. Потому что, посмотрите, эти китайцы и арабы могут сказать, подождите, сегодня вам не нравится Россия, вы отнимаете ее активы, а завтра мы вам не понравятся, вы наши активы отберете. Поэтому нам надо быть крайне осторожным. Поэтому я с удовольствием хочу коснуться очень важного вопроса. Вот в эти дни, когда конгрессмены сейчас находятся у нас в округах, пасхальные каникулы, а у нас возможность с ними встречаться. Раньше мы ездили к ним в Вашингтон, а теперь мы уже в своих округах. Более того, можем выезжать в соседние штаты и так далее. Так вот, мы внесли предложение сенаторам и конгрессменам следующего содержания. Мы сказали, что, подождите, зачем вы сравниваете положение в Украине с отношениями с Китаем и арабскими странами? Разве это одно и то же? Мир сегодня впервые столкнулся с ситуацией, когда маньяк имеет доступ к ядерному оружию. Такого до сих пор не было. И мир оказался застегнут врасплох. Как поступить? До сих пор наша нерешительность обходится нам боком. Мы теряем целую нацию, потрясающее украинское поколение из-за нашей бездарности, из-за того, что мы не можем найти правильное решение. Поэтому наше предложение – принять закон, согласно которому любая страна, которая проводит агрессию, геноцид, уничтожение любой другой страны, она потеряет свои активы в нашей стране. Вот это надо сделать. И обратиться к странам Китаю и арабским странам, которые имеют миллиарды в наших активах, свои активы в наших банках, дать им понять, что это вас коснется только в том случае, если вы будете вести себя как Россия. То есть успокоить их надо на законодательном уровне. Дать понять им, что если они себя приравнивают к России, то это будет то же самое и с ними. Но они так не ведут себя. И слава богу, Китай сегодня хоть и говорит на словах про Тайвань, какие-то острова Юго-Восточной Азии, но он так не делает, как это делает Россия сегодня. Понимаете, поэтому, говоря об активах, которые должны быть возвращены, изъяты и отданы Украине, они в действии, они в процессе. Я вам напомню, в прошлом году 1 миллиард долларов было уже конфисковано у нас в Нью-Йорке. Такая есть специальная адвокатская группа, которая нашла причины, чтобы можно было бы, основываясь на них, изъять. 1 миллиард долларов были изъяты. Что вошло туда? Это были деньги олигархов российских. Это была их собственность, их недвижимость. Туда, кстати, была включена стоимость и яйца Фаберже. Оно было найдено на одном из яхт одного из миллиардеров российских. Оно было продано на аукционе, и деньги были переданы Украине. Таким образом, набрался 1 миллиард, но это маленькие деньги. Всего более 350 миллиардов долларов российских сегодня в активах Америки и Европы. Есть специальная группа в Сенате, которая занимается этим. Так вот, Джонсон говорит, я сделаю все возможное, чтобы форсировать это у нас в Нижней Палате, так он сказал. Но это не может быть заменой, абсолютно нет. Вот эти 61 миллиард, к сожалению, там не все деньги Украине. Вот, например, Дехил написала недавно, что там всего 12 миллиардов идет Украине. Вот это тоже вопрос такой, каверзный. Надо еще проверить, для чего Байден требует эти 60 миллиардов, пойдут ли они все Украине. Поэтому республиканцы говорят, мы хотим голосовать за помощь Украине отдельно, не связывая ни с кем. Мы хотим знать, сколько денег Байден дает Украине. Тогда мы поддержим. Вот такая у нас, к сожалению, свистопляска происходит, к стыду нашему. Хотя надо было бы закрытыми глазами давно уже послать то, что нужно, и закончить эту войну в пользу Украины. Выдворением этих варваров за границей 1991 года. Будем надеяться, что так и случится. Ну, вот по поводу того, что вы сказали, отдельно помощь Украине рассматривать, это получается уже третий вариант. Ну, будем ждать, да, будем ждать, что наконец-то может определяться уже с окончательным вариантом. И на следующей неделе... Да, будем верить, что в апреле. Еще хочу спросить о ударах Украины по российским НПЗ. США не поддерживают их. Госсекретарь Антони Блинкин в Париже так ответил на вопрос об этих ударах в СУ. Процитирую, мы и не поддерживали, и не давали возможности для осуществления украинских ударов вне украинской территории. Ну, Украины и дроны собственного производства для таких ударов есть. Ранее СМИ писали, что США даже требовали прекратить удары по НПЗ, мол, цены мировые вырастут на нефть. Действительно ли могли быть такие призывы, как думаете? Ну, вы знаете, на публику говорят, это правда. А вот на деле препятствий нет никаких. Почему? Америка не имеет морального права указывать Украине или Израилю, куда стрелять, по кому стрелять, кого убивать. Украина воюет. Это настоящая война, друзья мои. О чем вы говорите? Украина действительно потрясающая сегодня. Она сегодня знаменита уже дронами, которых нет ни у кого, и у нас тоже. Вот, например, у нас в средствах массовой информации здорово отразили появление дронов. Лютый так называемый дрон, который летает за тысячи километров, например. Или новый дрон «Сокол-300» появился в Украине, который может летать даже до Заполярья, где находится более 80 военных баз российских. Украина может бить по ним. Причем эти «Соколы» летают высотой 9 километров, и, как я уже сказал, радиус действия 3000 километров. 3300 даже. Вы представляете? Это все заслуги Украины. Понимаете? И она имеет полное право бить куда хочет. Око за око, зуб за зуб. Я бы даже бил за одно око два ока. Три ока. Чтобы неповадно было. И никто не имеет права связывать руки Украине или Израилю бить по своим врагам. Так должно быть. Поэтому, вы знаете, не надо на это обращать внимание. Украина воюет. Более того, Америка не имеет права управлять Украиной еще и потому, что она не дает то, что нужно Украине. Тем более, Украина защищает нас, западную цивилизацию. Американцев в том числе тоже. Мы это хорошо знаем. Мы говорим постоянно об этом в эфирах. Поэтому Украина должна делать то, что считает нужным, не обращая на это внимания. Это наше убеждение. И мы поддерживаем это. Вот вы вспомнили по украинских разработках дронов и лютый и Сокол-300. Возможно, мы сможем обменять наши разработки на побольше патриотов и F-16 или F-35. Возможно, и такой вариант будет когда-нибудь. Будем надеяться. Борис, спасибо вам огромное за ваше время, за ваши ответы, за этот разговор. Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии США, был сегодня на связи с Фридомом. Спасибо.